Добрый день, дорогие друзья. Актёр Олег Видов, сегодня речь пойдёт о нём. Этот актёр был достаточно известным и популярным в СССР, у него были все шансы взойти на кинематографический Олимп. Родился Олег Видов 11 июня 1943 года в деревне Филимонки Московской области, ныне Москва. Мать работала учительницей, отец экономистом. В раннем детстве его отец ушёл в другую семью, мальчик воспитывался мамой и тётей, которая руководила самодеятельным театром и привела племяннику любовь к искусству. С 1946 по 1947 годы он проживал с матерью в Монголии, где она преподавала в школе детям специалистов из СССР, в 1948 году переехал вместе с ней в ГДР, где она работала редактором-корректором в издательстве. В возрасте шести лет он уже свободно владел немецким языком. Вернувшись в 1950 году с матерью в Советский Союз, Олег учился в средней школе посёлка Барвиха Московской области. Его мать рано получила инвалидность, поэтому в 1957 году, в возрасте 14 лет, он, окончив восемь классов средней школы, начал свою трудовую деятельность, работал в Москве помощником повара, затем на строительстве Останкинской телебашни трудился сначала грузчиком, потом кладовщиком и электриком, в 1960 году был санитаром в приёмном покое городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, даже мечтал стать врачом. Параллельно учился в вечерней школе рабочей молодёжи. В 1960 году Олег Видов впервые снялся в небольшой роли в советском художественном фильме «Друг мой Колька». Однако эпизод с его участием в окончательный вариант картины не вошёл. В январе 1962 года он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на актёрский факультет. Во время учёбы в институте снялся в восьми картинах. В 1963 году исполнил роль Владимира в фильме «Метель по повести Пушкина», в 1964 году, главную роль медведя в сказочной киноистории о любви режиссёра Раст Гарин «Обыкновенное чудо», в 1965 году, роль князя Гведона в фильме «Сказка о царе Салтане». В 1966 году Олег Видов окончил в ГИК и был приглашён на главную роль принца Хакбарда в культовом для скандинавских стран датско-шведско-исландском фильме «Красная мантия». В 1966-1983 годах состоял в труппе театра студии киноактера. После окончания в ГИК и продолжил активно сниматься в кино и был востребован как исполнитель ролей благородных красавцев. С 1967 по 1969 годы снялся в югославской «Американо-итальянском военном фильме «Битва на Неретве» и других югославских фильмах, в 1970 году, в советско-итальянской исторической драме «Ватерло». В 1971 году актёр снялся в фильмах «Джентльмены удачи» и «Могила льва». В 1973 году снялся в одном из популярнейших фильмов «Всадник без головы» по знаменитому роману Майн Рида, в главной роли Мустангера. В 1978 году окончил режиссёрский факультет в ГИКа, дипломным проектом был короткометражный художественный фильм «Переезд по его собственному сценарию». Но картина не сохранилась в архивах. Параллельно учёбе продолжал работать в кино. Олег Видов четырежды был женат. В СССР его жёнами были. Марина Видова, художник-оформитель, на которой актёр женился в 1966 году, брак продлился недолго. После двухнедельного знакомства Олег женился на Натальи Федотовой, дочери профессора русской истории, светской красавицы и близкой подруги Галины Брежневой, брак с которой продлился с 1970 по 1976 год и в этом браке родился сын Вячеслав. После развода с влиятельной супругой советские режиссёры перестали приглашать актёра на пробы, а иностранные кинематографисты не могли до него добраться из-за бдительности Газкино. В конце концов, Олегу выдалась возможность снова поработать в Югославии на съёмках фильма. Когда актёру велели возвращаться в СССР, он просто сбежал, попросив политического убежища на Западе. В 1983 году он оформил брак с гражданкой Югославии Верицеей Яванович, получив визу на 72 дня, уехал к ней. Оказавшись в Италии, Олег Борисович познакомился с журналисткой Джоан Борстин, женился и переехал в США, после знакомства Олег и Джоан больше никогда не расставались. В 1989 году они официально поженились. Брак был очень крепким и продлился 27 лет, до самой смерти актёра. У супругов родился сын Сергей. Поначалу в Америке видов не мог найти иного способа пропитания, кроме труда разнорабочего, но позже, Савелий Краморов помог ему вернуться в кино, Олег играл в эпизодах русских персонажей. Первой голливудской картиной Видова стала лента «Красная жара», а одной из наиболее заметных — «Дикая орхидея». Также он снялся в таких американских картинах — «Три августовских дня», «Пленник времени», «Любовная история», «Бессмертный» и «Моя Антония». Скончался Олег Видов 15 мая 2017 года на 74-м году жизни, Калифорния, США. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку, очень приятно читать ваши положительные отзывы о моих видеоработах. Желаю, чтобы вашей постоянной спутницей была удача, пусть она приносит успех в делах, оптимизм в душе, искренность в чувствах, уверенность в жизни.